Итак, пока у нас появилось свободное время между пристрелкой и арбалета, расскажу вам о обновленном ArmTech Viking 3 Magnet USB. Относительно, какие произошли усовершенствования предыдущего поколения Viking 3 просто. Это две у нас Pro-версии на теплом диоде. Итак, как мы можем видеть, тело фонарей у нас не произошли никакие изменения. Визуально у нас отличаются только кнопки. Начнем, значит, с них. Данная кнопка обновленная, она у нас чуть меньше, буквально там на 4 мм, но это несущественнее. Что мне в ней понравилось, что у нас... Подойди ближе. Когда мы включаем данные фонари, тем более это очень важно при охоте на бобра. Слушайте, как старая модель и как новая модель. Понимаете? Данный фонарь менее подходит для охоты. Я просто показываю те новшества и нововведения, которые были компанией, сделаны улучшения. Также данная кнопка в комплекте у нас имеет магнитную зарядку. Это очень удобно. У кого есть магнитные фонари на лобнике, визарды уже прекрасно понимают, о чем я говорю. То есть вы в машине кинули данную зарядку. Она у нас очень быстро подзаряжает. Не надо снимать аккумулятор. Я не хочу сказать, что, пользуясь этим фонарем, я испытывал какие-то там дискомфорты. Но когда у нас есть улучшения, это приятно и это всегда хорошо. Магнитная зарядка. Еще одно улучшение. Теперь, если мы смотрим сами бошки, подойди, пожалуйста, ближе. Ночью я вам сделаю обзор непосредственно пучка света. Викинг магнет USB, который у нас улучшенный, это тот, что у нас находится слева, стоит обновленный диод на 2100 люмен. И здесь у нас 2100 люмен. Но данный диод имеет более яркую засветку, более яркий световой поток относительно старого диода. Сейчас мы вставим видео, и я вам покажу, как данный диод более лучше высвечивает, чем старая версия. Итак, у нас в правой руке обновленный магнет USB. В левой у нас предыдущая версия. Как мы видим, центральное пятно и боковая засветка в новой версии гораздо более ярко выражены. Это новый диод, который они начали использовать. Также на левой версии, предыдущей, я включил второй турборежим, более мощный. Поэтому, сравнивая два диода, мы с уверенностью можем сказать, что улучшения пошли у нас на пользу. И высвечивает новая модель фонаря гораздо лучше. Из этого можно сделать вывод, что диод обновленный, имеет место быть и полностью показывает свою пригодность. Выключай. Итак, про диоды я вам рассказал. Самой главной, основной, отличительной особенностью новой версии от старой версии, что здесь появилась новая выносная кнопка. 5 лет я компанию ArmTech просил это сделать, и они сделали немного лучше, чем я хотел. То есть, они проявили инициативу и сделали ее более лучшей. Но, давайте подойди ближе. Данная выносная кнопка имеет возможность у нас быстрого присоединения. Что в совокупности с магнитной зарядкой, когда у нас, я просто вам объясню, у нас данная магнитная зарядка стоит на стволе. И если мы хочем попробовать, ну, скажем, пользоваться фонарь, раньше у нас как получалось? Если мы снимаем фонарь, то у нас здесь закреплена кнопка. Для того, чтобы им пользоваться, то есть мы, к примеру, ружье повесили на плечо, да, то нам приходилось оторвать эту кнопку и уже идти с кнопкой. Либо менять на... просто эту откручивать и эту закручивать, что приносило свои неудобства. Неудобства по скорости использования. Здесь же у нас, к примеру, где у нас тут железо? У нас тут все алюминий. Хорошо, так объясню. Здесь же, когда у нас магнитное крепление находится на стволе, да, кнопка закреплена на цевье оружия, мы снимаем выносную кнопку и прикрепляем ее к магнитному креплению. То есть так она у нас на стволе и остается. А сам фонарик, как я уже сказал, мы сняли, и уже то, что надо, нам высвечен. Это очень удобно. Именно за такие мелочи мы платим деньги, а также мы платим за гарантию в 10 лет, что немаловажно. У меня большое количество в пользовании фонарей. Если честно, я не нашел максимально идеального фонаря. Но для охоты с гладкоствольным оружием это один из первых фонарей, который максимально к этому подходит. Теперь давайте поговорим по магнитной кнопке, какие еще у нее есть улучшения относительно аналогов. Сначала скажу так, что как у аналогов, что уже давно было продумано другими фирмами, есть кнопка, которая... А что я буду говорить? То есть, которая у нас включила на постоянку. Вот. А также у нас есть, когда мы держим, он горит, когда мы отпускаем, эта кнопка у нас более широкая. Естественно, потому что нам, если надо что-то резко светануть, мы должны пальцем 100% попасть. Тем более, если у нас перчатки, вы играете страйкбол, вы, скажем так, в каких-то подразделениях работаете, либо вы там стрелок, массовик, затейник. То есть, эта кнопка очень удобна. И самая главная, отличительная особенность данной кнопки, которая ее выставляет на голову вперед относительно своих конкурентов, это то, что данная кнопка имеет крепление... Подойди, пожалуйста, ближе. Данное крепление крепится на планку вивера, либо пикатини. Все-таки мне придется сейчас это открутить, снять прицел, чтобы вам продемонстрировать. Это то же самое, как быстросъемы. Понимаете? Если быстросъемы, мы взяли и сняли. А если бы были просто ключки, это все время. Вот, быстросъем дороже, но он удобнее. Теперь смотрите, какая фишка данной кнопки. То есть, мы у себя на цевье, к примеру, это у нас автомат калашников, либо мы можем на цевье... Я рекомендую, я пробовал делать вот то, что они в комплекте дают липучку. Просто не надо ее давать в комплекте, это какой-то бомж вариант. Тем более, когда у вас есть крепление на планку вивера. Вы покупаете алюминиевую планку, вот ее вы приклеиваете на 3М-овский, либо ПП-шный двухсторонний скотч. Она у вас будет мертва. Чем данное крепление гораздо лучше, чем как у конкурентов клеющийся? Клейка это ненадежно. Если вы еще сразу же садите кнопку на двухсторонний скотч, это, конечно, будет гораздо лучше, чем эта липучка. Потому что липучка это вообще божество. Если сразу вы закрепили ее намертво на двухсторонний скотч, вопросов нет. Если же, ну, тогда вы не сможете ее снять, когда она вам не нужна. Здесь же, когда она у вас на крепление вивера, либо пикатинни, то есть, если надо, вы эту кнопку зафиксировали. Она у вас стоит очень надежно. Если надо, вы эту кнопку сняли. Понимаете? То есть, это очень большой плюс данной кнопки, что она у вас крепится мертво. В то же самое время установка и снятие данной кнопки не занимает практически никакого времени. Теперь встает вопрос. Вижу по глазам. А что, если мы возьмем в старую версию фонаря, открутим бабушку? Ну, мы же русский народ. Мы должны, как это сказать, обмануть теорию. И меняем. Берем эту кнопку и ставим на старый фонарь. То есть, мы же можем докупить новую кнопку, правильно? Не меняя фонаря. И свободно с этим работать. Па-бам! Он работает. Но все бы было хорошо, если бы с этим работала новая выносная кнопка. А новая выносная кнопка здесь не работает. Поэтому обмануть, как говорится, систему у вас не получится. То есть, если вы уже поняли для себя плюсы обновленной версии Magnet USB, то вам придется на булушечке продать свой старый фонарик и купить новый. Принципиально ли это? Вы знаете, с данным фонарем на пару с фонарем Трастфайра Т-62 я за весну, за 8 выездов, добыл 24 бобра. Вот. Сильного дискомфорта я не почувствовал. Ко мне не успела прийти обновленная версия, для того, чтобы я и поохотился на охоте. Но, имея опыт 7 лет охоты с фонарями, очень плотно. Я совершенно точно могу вам сказать, что данная модель на данный момент она идеальная. Вот. По своим качествам, по своим характеристикам, по эргономике, по гарантии. То есть, ну, это топ-1 фонарей, которые у нас есть на рынке. Однозначно. All Light, Phoenix, этот самый All Light, Phoenix, еще у нас какой-то бренд есть. Вот выскочил, забыл. Они однозначно на данный момент хуже. Вот. То есть, если вы уже выбираете фонарь, однозначно берите ArmTech. Для того, чтобы вы не думали, что я вам советую, со своей какой-то выгодой, в идеале, когда вы приходите покупать фонарь, вы придите в тот магазин фонарей, где есть все фонари в наличии. Подержите их в руках, посветите им. Зайдите в туалет в магазине. Попросите, чтобы с вами менеджер сходил. Вот. И в туалете посветите. Я... Ну, конечно, такие расстояния, они полностью не показывают всех возможностей фонаря. Но я думаю, вы сразу же все поймете. Вот. Поэтому данный фонарь, он очень хороший. К нему идет очень простой, но в то же самое время очень удобный чехол. Я так понимаю, это кордура у нас. Вот. Есть крепление по типу моли. Вот. Фонарик здесь надежно сидит. Он у нас растягивается. Никаких проблем. То есть, чехол очень простой и очень надежный. Иногда бывают чехлы вроде бы визуально красивые, добротно сделаны, но не совсем удобные. Здесь же он добротный, простой и удобный. В комплекте также у нас идет скоба, прокладочки запасные и темляк. Но этим я никогда не пользуюсь, поэтому это вы можете посмотреть обзоры диванных экспертов, вот, дворовых аналитиков, которые ходят, во дворе светят и рассказывают про фонари. Я же использую фонари для охоты и использую их только на охоте. Поэтому могу вам давать советы как охотник. В направлении охоты я вам, я думаю, отвечу на все вопросы. На 99,9% я отвечу на все вопросы. Потому что я использовал все фонари, которые у нас представлены на рынке, на охоте. Это были либо фонари моих друзей, либо те фонари, которые у меня есть в личном пользовании. Вот, поэтому по фонарям именно если вас интересует охота, я вам отвечу на любой вопрос. Вот, конечно же, сейчас появятся диванные войска, должны взбудоражиться, которые будут рассказывать, что продаются китайские фонари стоимостью по 30 долларов, которые светят не хуже, но в итоге они светят хуже, они ничем не уступают данным фонарям, но они по большому счету говно. Это я просто сразу же опережаю как бы ответы на ваши вопросы. Вот. Это полный бред, когда вы пытаетесь доказать в комментариях, что есть фонари такого же качества, как брендовые фонари, которые у нас представлены на рынке. Я не против китайских фонарей, дешевых по 10 долларов. Я с них начинал охотиться. Вот. Но за 10 долларов они светят очень хорошо. Если же вы хотите что-то лучше, ну, тут вам однозначно надо брендовый фонарь брать. И то не каждый брендовый фонарь сможет удовлетворить ваши потребности. Если у вас потребности очень завышены, вы четко знаете, что хотите вот от данного фонаря. И в принципе ценовая, ценовой вопрос вас не интересует. Хотя по большому счету, когда я начинал охотиться, то ценовой вопрос фонаря меня очень сильно волновал. Это, наверное, стояло на первом месяце. То есть 10 долларов круто КПД у этого фонаря, конечно, будет максимально. За 100 долларов он не будет в 10 раз светить лучше. Но у него есть 10 других плюшек, которые окупят эти 10 раз по 10 долларов. Просто поверьте мне, посмотрите мои предыдущие обзоры, где я более подробно рассказываю о фонарях, о их преимуществах при использовании на охоте. Если я что-то не сказал, что-то не досказал, пишите в комментариях, будет приятно с вами пообщаться.